Мельник Король сказал Мельнику Король сказал Мельнику Еще какая? Да что там? Она ведь и солому в золото перепрячь сумеет Да ты что? Ну-ка, Мельник, пришли дочь завтра во дворец, испытаем ее Когда Мельник привел свою дочь, король отвел ее в коморку, битком набитую соломой и сказал Садись-ка за работу, если ты в течение этой ночи не перепридешь всю солому в золото, то велю тебя казнить Затем он своими руками запер коморку и она осталась там одна Так и сидела Мельникова дочь и придумать не могла, как ей спастись от смерти Она бросилась на пол и залилась слезами Вдруг дверь приотворилась и в коморку вошел маленький человечек Он сказал Добрый вечер, Мельникова дочка, о чем ты так плачешь? Ах! Отвечала ему девушка Всю эту солому я должна перепрясть золотые нити, а я этого не умею Человечек сказал А что ты мне дашь, если я тебе все это перепряду? Возьми мою цепочку с кулоном Отвечала девушка Тот взял кулон, присел за самопрялку, три раза обернул и шпулька намотана золотом Он вставил другую опять, три раза обернул и вторая готова Так продолжалась работа до самого утра, покуда вся солома не была перепрядена, а все шпульки не намотаны золотом После восхода солнца в коморку пожаловал король Когда он увидел золото, то очень удивился и обрадовался Однако сердце его пуще прежнего жаждало богатства Он велел перевести Мельникову дочку в другую комнату, значительно больше предыдущей, тоже наполненную соломой И приказал ей и эту солому перепрясть в одну ночь Девушка не знала, как ей быть, и стала плакать Тут вновь открылась дверь, явился тот же маленький человечек и сказал А что ты мне дашь, если я и эту солому перепряду в золото? С пальчика колечко, отвечала девушка Человечек взял колечко и к утру перепрял всю солому в блестящее золото Король этому очень обрадовался, но ему все еще было мало золота Он велел переместить Мельникову дочку в третий покой еще больше двух первых Битком набитый соломой и сказал И это ты должна также перепрясть в одну ночь Если тебе удастся это сделать, я возьму тебя в жены А сам подумал Хоть она и дочь простого Мельника, а все же я и в целом свете не найду себе жены богаче ее Как только девушка осталась одна, к ней в третий раз явился человечек и сказал Что мне дашь, если я тебе и в этот раз перепряду всю солому? У меня нет ничего, чтобы я могла тебе дать Отвечала девушка Так обещай же, когда будешь королевой отдать мне первого твоего ребенка Кто знает, как оно будет Подумала Мельникова дочка и пообещала человечку, что она исполнит его желание А человечек за это перепрял ей всю солому в золото Король дал мне непосильную задачу Что же мне теперь делать? Почему ты плачешь, милая девушка? Его величество приказал перепрясть всю солому в золото, но ведь это невозможно А если не справлюсь, он велит казнить меня? Нет ничего невозможного Давай-ка посмотрим, сколько солома нужно превратить в золото Солома лежит в коморках за этими дверьми Начнем с самой маленькой коморки Ух ты! Тут соломы на пятьсот золотых хватит Что ты мне дашь, если я все переприду? Давай посмотрим, что у меня есть А вот это я возьму Такого кулона у меня нет Ого! А из этой соломы выйдет уже не меньше тысячи золотых Что мне достанется, если я все переприду? Что у нас еще есть? О, это колечко как раз подойдет мне по размеру Здесь больше всего соломы Хватит на три тысячи золотых Что ты предложишь взамен моей работы? У меня остались только туфельки, гребень и наперсток Возьми все, что захочешь Ничего из этого мне не нужно Лучше обещай, что когда станешь королевой Отдашь мне своего первого ребенка Хорошо, но сделай так, чтобы король не казнил меня Спасибо, что помогли Теперь король оставит меня в живых Теперь я спасена Когда на другое утро король пришел И все нашел в том виде, как он желал То он с ней обвенчался Так красавица Мельникова дочь стала королевой Год спустя королева родила очень красивого ребенка И совсем позабыла думать о человечке, помогавшем ей в беде Она растила прекрасную девочку И вся была в заботах о ней, о дворце, о королевстве Но вот когда девочке исполнилось три года И она впервые произнесла слово «мама» На пороге снова появился уже забытый гость Маленький человечек, умевший превращать солому в золото Он вошел незаметно в комнату и сказал «Ну что ж, Мельникова дочь, ты теперь королева и живешь припеваючи Но ты должна отдать мне обещанное, помнишь?» Королева с горечью вспомнила о злосчастном уговоре Она перепугалась и стала предлагать человечку все сокровища королевства Если только он оставит ей ребенка Но человечек был непреклонен и отвечал «Нет, мне живое существо милее всех сокровищ в мире» Королева стала горько плакать и жаловаться на свою участь Она говорила, что попала в королевстве не по своей воле А сейчас у нее еще и отнимают самое дорогое, что появилось в ее жизни Тогда человечек сжалился над нею «Я тебе даю три дня сроку», — сказал он «Если тебе за это время удастся узнать мое имя, то ребенок останется при тебе» «Посмотри, доченька, как вокруг много интересного!» «Смотри, какие красивые птицы!» «У этой птички зеленый цвет!» «Здравствуйте, Ваше Величество! Вы прекрасно выглядите!» «Помните ли вы об обещании отдать мне своего ребенка, когда станете королевой?» «О нет! Заберите все, но только не мою дочь!» «Возьмите сундук с драгоценностями! Здесь только сокровищ! Вам на всю жизнь хватит!» «Нет, я человек скромный! Мне многого не надо!» «Забирайте весь наш дворец! Здесь много места! Вам не придется ютиться!» «Нет! Мне хватает жилья поменьше! Мне нужна ваша дочь!» «Возьмите карету! Она полностью сделана из золота!» «Нет! Я перемещаюсь по воздуху без транспорта!» «Ну, пожалуйста! Я не смогу жить без нее! Это все, что у меня есть, дорогого!» «Хорошо! Давайте так! Я оставлю вам вашу дочь, если вы угадаете, как меня зовут! И не позднее, чем за три дня!» «Что же я наделала?» Вот и стала королева в течение ночи припоминать все имена, какие ей когда-либо приходилось слышать, и сверх того послала гонца от себя по всей стране и поручила ему повсюду справляться, какие еще есть имена. Когда к ней на другой день пришел человечек, она начала перечислять все известные ей имена, начиная с Каспара, Мельхиора, Бальцера, и перечислила по порядку все, какие знала. Но после каждого имени человечек говорил ей «Нет, меня не так зовут!» На второй день королева приказала разузнать по соседству, какие еще у людей имена бывают, и стала человечку называть самые необычайные и диковинные имена, говоря «Может быть, тебя зовут Риннебист, или Гаммельсваде, или Шнюрбейн?» Но он на все это отвечал «Нет, меня не так зовут!» На третий день вернулся гонец и рассказал королеве следующее «Я не смог отыскать ни одного нового имени, но когда я из леса вышел на вершину высокой горы, куда разве только лисицы да заяц заглядывают, то там я увидел маленькую хижину. Перед ней разведен был огонек, а около него скакал присмешной человечек, приплясывая на одной ножке и припевая «Нынче пеку, завтра пиво варю, у королевы дитя отберу. Ах, хорошо, что никто не знает, что Румпельштильцхен меня называют» «Можете себе представить, как была рада королева, когда услышала это имя, и как только вскоре после этого человечек вошел к ней с вопросом» «Ну, государыня королева, как же зовут меня?» Королева спросила сначала «Может быть, тебя зовут Кунц?» «Нет» «Или Гейнц?» «Нет» «Так может, Румпельштильцхен?» «Как только человечек услышал это имя, он аж позеленел от злости и с такой силой затопал, что пол не выдержал, и Румпельштильцхен провалился, только его и видели» «С тех пор король, королева и их дочка жили-поживали, да добра наживали» «Ваше Величество, вы так и не отгадали, как меня зовут? У вас еще есть варианты? Или я могу забрать вашу дочь?» «Подождите, я еще попробую» «Может, вас зовут Румпельштильцхен?» «Что? Как? Да как вы?» «Надеюсь, он нас больше не потревожит» «Может, я не буду с тобой», «Опельштильцхен?» «Стария-сет» «Может, в Б isolate, поискальзэм, бессибельцхен?» «Подождите, яички я не буду с тобой» «Ах, это я даша» «Я урон и урон и урон, мы с тобой» «До всеми в Bryan форменты» «Может, встать дожитие и для нас в бессии» «Я урон» «Иними с дочь», «Я урон и урон» Субтитры создавал DimaTorzok